Вы будете представить здесь, да, уже поскольку у нас уже представитель Российской Федерации Информатики. Да, я учусь в городке. Электроники, да. Моя фамилия Гребенник, я работаю в Харьковском Национальном Университете Радиоэлектроники. Я заведу кафедру системотехники на факультете компьютерных наук. И те несколько слов, которые я хочу сказать, это как бы небольшая предыстория того, откуда взялся у нас и СДЛ, и вообще, каковы связи. Несколько лет назад мы попытались восстановить членство Украины в одной из авторитетнейших международных организаций. The International Federation for Information Processing. Ну, несколько слов о ней можно сказать, что это федерация, которая объединяет многие страны, неправительство, нон-профит. Это некий клуб по интересам для сообществ, которые работают в области информатики. В основном, это сообщества, близкие к университетам, но не только. И вот 55 стран входят в эту организацию. Они состоят там, как в клубе. Они платят туда некие взносы, ну, в общем, достаточно небольшие. И имеют возможность регулярно обмениваться информацией, регулярно участвовать в мероприятиях, организовывать мероприятия, издавать некие издания. И, в общем, находиться, как бы, ну, вот в этом информационном, информатическом пространстве. Вот список этих стран, кстати, из постсоветского пространства. Там присутствует только Литва и Украина. Литва там, так сказать, достаточно стабильно держится. Вот Украина там появилась снова после Академика Глушкова, после Большого Разрыва, три года назад. Вот мы очень стараемся, так сказать, удержаться там в этом всем. Вот там есть такие комитеты, 14 комитетов, которые указывают на области интересов. Они очень широки. Начиная от Foundations of Computer Science и заканчивая Computer Entertainment. Развлечениями, и обучение есть, и системы безопасности, и проблемы компьютеров и общества. В общем, очень много всего. Мне бы хотелось просто на голосы, на том, что есть возможности у нас участвовать вот в этой организации. И так получилось, что та организация, которая туда входит от Украины, это Украинская Федерация Информатики, она образована в основном украинскими университетами. В последний год совсем трудно стало университетом в плане организации вообще чего-нибудь, а уж финансирование чего-нибудь, это совсем грустно. И вот чтобы не умерло это дело снова, а Украину исключили в свое время оттуда за неуплату взносов, я хотел бы, ну это жизнь, я хотел бы предложить, ознакомиться, пригласить, да, пригласить всех желающих вот из, может быть, IT-бизнеса, увидеть там какой-то интерес и каким-то образом, может быть, принять участие вот в этой организации, в работе, в тех событиях, events, которые они там организовывают, и попытаться, ну, в общем, увидеть свой интерес и, так сказать, сделать этот интерес взаимным. Потому что к Украине относятся хорошо, еще секундочку, мы с Леной Антоной были, ежегодное собрание есть, генеральная ассамблея называется, мы были вот в Вене в сентябре, почти все спрашивали, как там в Украине, видя представители Украины, все в курсе наших событий, даже вот в Парагвае и где-то там с той стороны земли, все в какой-то степени в курсе, все нас, в общем-то, поддерживают. И в этом смысле хотелось бы, ну, чтобы это не пропало даром и каким-то образом было использовано. Ну вот, 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 наверное, все. Можно было бы еще немножко чего-то рассказать, может, Елена Антоновна? Мы хотели это все показать, и деятельность организации широко и более близко. Год назад мы презентовали Украину и получили такое право, знаете, как проведение вот евро-чемпионатов по футболу, мировых. Украина в сентябре этого месяца, генеральная ассамблея должна была пройти у нас в Киеве. Но, к сожалению, в марте месяце на... Вот те события, которые произошли, просто оттолкнули. ...проведение самолета, да, было предоставлено, что это небезопасно, и извинилась эта организация. И, конечно, мы вернемся обязательно к вопросу проведения Украины в 2016 году, потому что в 2015-м это привязано к мировому компьютерному конгрессу, это будет там уже прохождение генеральной ассамблея. А в 2016-м, опять-таки, мы надеемся, что все-таки мы примем генеральную ассамблею. И если есть какие-то, хотя бы, какой-то интерес вот с вашей стороны, я готов, может, там, в куларах ответить на какие-нибудь вопросы или о чем-нибудь рассказать индивидуально. Я всех приглашаю к тому, чтобы, ну, в общем, как-то с этой организацией сотрудничать. Да. Давайте поддержим Украину в этом вопросе. Всем спасибо. Спасибо.